доброго времени суток добро пожаловать в новое видео по новую полезность из новой рубрики по узоры и сегодня я хочу показать вашему вниманию вот такой узор которым я вяжу сейчас свой комбинезон то есть начала его вязать новая моделька вот распускаю снова вижу но интерес есть все есть поэтому и хочу думаю такой интересный узор очень такой и простой с одной стороны да а в комбинезонах там нужен опыт можно так сказать вот такой вот узор стоит он из лицевых и изнаночные петли вот поближе темные мы будем вязать из светлой пряжи вот как он получается на комбинезончиков я вам сейчас покажу вот такая на чем нам плохо видно это у меня только пробный вариант пробный макет сырой вариант вот я дружусь и будем пробовать потом посмотрим что как получаться будет вот росток будет азиатский потому что тяжело его даже нет смысла его вывязывать этим узором в общем я его начала и поэтому предлагаю вам связать вместе этот узор я давайте посмотрим что сюда входит смотрите я выписала рапорт узора это 6 петель самый главный 6 петель ведь даже если мы будем вязать по кругу тоже 6 петель если мы вяжем как в стиле образец и по ровному полотну то мы вяжем 5 лицевых 1 изнаночной 5 лицевых 1 изнаночной заканчиваем и начинаем 4 лицевых вот видите здесь вот 4 лицевые у нас главные вот изнаночном ряду у нас будет 4 изнаночные то что вот мы перевернем вот мы перевернем у нас 4 изнаночные 1 изнаночная 1 лицевая и получается что 5 изнаночных 1 лицевая на изнаночном ряду также заканчиваем четырьмя изнаночные но это сейчас может быть запутано все говорю да но вам все будет после понятно вот если что сфотографировать узор я еще в инфобоксе его все подпишу делаю этот узор вязался звезд ярнард мирина делюкс 50 то что я все время до вижу спицы номер четыре а это меня ниточка ализе лана goldfine или пока не помнишь как она точно правильно нашла у себя запасе как а это у нас ализе дала на goldfine classic талант не пропьешь вот я набрала 24 петли из которых 22 основные плюс 2 кромочные первый ряд я привязала лицевой изнаночной айцевыми петлями в изнаночной стороны сейчас я нахожусь на лицевой стороне и начинаем с вами вязать кромочную снимаем и смотрим нам надо провязать 5 лицевых кромочная и вяжем 5 лицевых 1 2 3 4 5 1 изнаночная 5 лицевых 1 изнаночная снова 5 лицевых 1 2 3 4 5 1 изнаночная заканчиваю ряд четырьмя лицевыми раз два три четыре пять одна провязываю кромочную изнаночные 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 1 изнаночную 1 лицевую снова 4 изнаночные смотрите я вижу не так как здесь я уже вижу по-своему да но вы потом тоже все поймете смотрите кромочную снимаю и вижу 4 изнаночные раз два три четыре плюс еще одна изнаночная 1 лицевая вот 4 изнаночные 1 2 3 4 1 еще изнаночная 1 лицевая снова раз два три четыре изнаночные плюс 1 изнаночная 1 лицевая заканчиваю четырьмя изнаночными как начинала так и закончила раз два три 4 и кромочная обычно изнаночная здесь видите мы можем 4 изнаночные а плюс 1 изнаночная 1 лицевая значит получается 5 изнаночных 1 лицевая чтобы вы не заблудились не запутались я вижу так с лицевой стороны у нас получается 5 лицевых 1 изнаночная до снова всего два ряда 1 лицевой ряд 2 3 4 5 лицевых 1 изнаночная 1 изнаночная снова 5 лицевых 1 изнаночная и заканчиваю ряд четырьмя лицевыми так изнаночный ряд я теперь просто буду вязать по спас по по проще чтобы вас уже не запутать вы понимаете что это все равно как по правилу а мы уже так как нам при норове стида и получается у меня 5 изнаночных 1 лицевая 5 изнаночных 1 лицевая 5 изнаночных 1 лицевая заканчивая 4 изнаночные и 1 2 3 4 5 изнаночные 1 лицевая 1 2 3 4 5 1 лицевая 1 2 3 4 5 1 лицевая 1 2 3 закончили ряд кромочная изнаночная и у нас уже видите образуется вот такой вот узор видите между четырьмя лицевыми у нас платочная вязка чередование лицевой изнаночной лицевой и знать как бы идет уже растяжение как резинка давайте еще раз провяжем один раппорт и дальше уже вы попробуете самостоятельно уже понятно вяжем 4 лицевых 4 лицевых плюс еще одна лицевая получается 5 лицевых 1 изнаночная раппорт 5 лицевых эти я затрагиваю 1 изнаночная до изнаночной снова 5 лицевых 1 изнаночная 1 изнаночная снова 1 2 3 4 это лицевой ряд изнаночная сторона у нас кромочную снимаем 5 изнаночных раз два три 4 5 1 лицевая 1 1 2 3 4 5 1 лицевая 1 2 3 4 5 1 лицевая 1 2 3 4 сейчас провяжем самостоятельно еще несколько рядов и посмотрим что у нас будет образовываться так вот я провязала еще несколько рядов и вот посмотрите что уже образовывается такая красота да она уже там красиво состояние она очень красиво раскрывается на комбинезоне жалко он темно-синий да и не так сильно там все понятно видно ну вот этот вот я сейчас творю вот именно вот такой вот комбинезон чека да на малыша вот с таким узором здесь вот вам он понравился вот он с лицевой и с изнаночной стороны очень так прикольно смотрится интересно вот если кому-то зашло кто-то будет тоже экспериментировать и свяжет очень такой же комбинезончик вот легких петелек для вас и до новых встреч в новых изо влогах и полезностях пока пока